Как сказал Олег, это пик команды Spirit, что означает, что Spirit будет начинать в атаке. Есть у Лёни Чопера Смок и Флэшка. Сейчас играют через один подвал, два топ-мид. Седьмой номер контролирует Бэддом и шестой базу. Есть уже первый контакт от Дека. Браво, Дека хорошие фраги убивает первого игрока в подвале. Также по топ-миду хорошо зарегал, падает Артфрост. Есть один игрок в виде люркера, даже два игрока через мид. Ой-ой-ой, Форестер, хороший фраг по Чоперу, падает капитан команды Spirit. Есть информация уже по Мэджиксу. Пытается здесь Мэджикс как-то разбавить своего визави. Форестер выживает, но недолго музыка играла. Форестер падает на тачке, остается Дека. Теперь на плечах Дека Бэплэнд, падает Бумыч. Слушаем, вы Spirit и могут еще забрать этот раунд. Ну, Дека хорошая позиция, третий фраг для снайпера Ван Вин. И Трэвис ставит точку. В первом раунде пистолетка уходит в копилку Ван Вин. Три игрока в миде, два под ямой, обновляется смог в яму. Под коврами находится Трэвис, с ним в паре отыгрывает Бумыч. Трэвис убивает Мэджикс, как раз-таки два игрока, которые в яме были, уже попадали. Вот Трэвиса и снова Spirit и находится в меньшинстве. Да, не получилось, ребят, нет, выйти-то получилось, но вот какие-то действия результативные сделать у них не вышло совершенно. Битый артфрост, то есть фактически может быть даже 2 на 5. Донг оформляет минус на Деку, молодой 16-летний, самый молодой участник нашего лан-турнира. Дает фраг, погибает артфрост от МП-шки Бумыча. Теряет также Никеля и продолжает Донг делать один Донг. Да, Донг нивелирует своих оппонентов в середине карты, убил игрока в коннекторе также, по окну хорошо. Сработал, там на головах падал первый игрок. 2 в 3 ситуация для Spirit. Форестер играет на Б-опоре. Сейчас не торопится Spirit. Первым номером играет игрок под номером 6, тут же Чоппер. Донг находит... Ой-ой-ой, это что? Это как залили, там пачка лежала в яме. А зачем они пошли стреляться-то вообще против Т-спаунера? А с кем они пошли стреляться? С Донгом. Вот это да. Инициативу проявляли, ну и падает также еще и Чоппер. И прикрывает Никни, не дает убить своего тиммейта и себя. Артфрост последний со скаутом дает шот. По Никельбеку падает Алексей, но тут еще есть кому побороться. Информация по Артфросту уже есть, и Артфрост погибает от последнего. Ван Вин, 20 секунд остается у Spirit для взятия этого раунда. Бумыч спреем убивает, дека подключается из-за дефолта, остается последним зонтик. Ему также информация есть, и Тревис ставит точку в раунде. А медленно, но верно, Spirit уже занимают коннектор втроем. Есть еще гранаты, чтобы отрезать себе условный джангл. Бумыч падает от Чоппера, хороший стрельба от Леонида Никельбек. Тут что-то как на инвокере раскатывался под ямой, падает Никельбек. По Тревису есть информация, его также нивелируют из этого раунда. И понимают у Spirit, что Forrester это опорник базы B. Динамичный контраствайк сейчас нам демонстрирует оба коллектива. Сразу начался раунд с того, что Art Frost поджимал B дома и убивал своего визави дека. Выигрывал снайперскую дуэль. Ждут каких-то действий своего оппонента. Бумыч получает по себе первый дэмэдж. Есть информация о местонахождении игроков за белым. Никельбек играет агрессивно. С Фамосом не самый лучший ган. Нужно уходить, Лехе! Нужно уходить, Лехе! Прикрывают, нормально. Хорошо, Кирилл на месте, прикрыл зонтикса, но Мэджикс разменял. Капитаныч, вот, хорошая стрельба от него. Трэвис разменивает Игоря. 3 в 3 ситуация, Никельбек красный. Никельбек услышал. Никельбеку, ну тут просто кровь из носа, нужно выигрывать эту дуэль. Понимает игрок атаки, пытается плечиком разбайтить своего оппонента Леони Чоппер. Но Никельбек оказался победителем в этой ситуации. Мэджикс убивает как раз-таки Никеля, который был в окне. Сыграл по информации своего капитана. 2-2 ситуация, бомба стоит. И сейчас в анвин придется делать ретейк, либо уходить на сейф. Но, скорее всего, попробует. Дефуз киты присутствуют. Есть один смоук на пачку, но здесь уже Мэджик из котов. Боря вырубает первого по ногам. Можно попробовать еще и второго. Сам пытается уйти, но здесь дека уже на УСП просто решается отойти в сейф. Это третий победный раунд для команды Спирит. И только один какой-то интересный смоук. Куда-то вперед, отпрыгнул и прилетел назад. Но он на Маус-2 просто выкидал. Вот оно что, Михалыч. И видел, видел сейчас голову. Тут задача минимум для дека. Точнее, максимум. Просто вышли. Сейвить свой ган, да. Там просто крики «помогите». Но смоук помогает ему. Никто в смоук не врывается. Сами не хотят тоже лишаться за экономики. С другой стороны там есть и 6500, и 7200. Но игра только начинается на этой карте. Так что нужно быть по сдержаннее. База А. Номер 6. Он же Чоппер. Проходит медленно по миду. Собирает информацию для своего коллектива. Играет крайне аккуратно. Не хочется давать ган своему оппоненту. Понимают Спириты о экономике своего оппонента. Хорошая флешка. Форестер еще и Чоппер убил в миде. Там Чоппер не дождался. Форестер в окне. Артфрост убивает Трэвиса. Ситуация 3 в 3. Но есть подобранный калаш у Никельбека. Да, Никельбек еще может стать угрозой для Спирит. Авик еще, по-моему, даже не палился. То есть он бегает, ходит по базе Б. Зонтикс вырубает Никельбека. Остается лишь Бумыч И посмотреть в окошко и запустить противника на точку. Ой-ой-ой. Дек убивает снайпера команды Спирит. Зонтикс уже падает на базу Б. Откидывает для себя смок Дека. Зонтикс может здесь установить пачку. Минимум деньги уже будут в следующем раунде. Фрикует пачкой. Дека обмажет. 5 секунд. Зонтикс убил Бумыча в китчене. И что? А можно реплей? Как-то там пули задело не специально совершенно. One win. У Арт просто есть снайперская винтовка. Но, в принципе, браун не то, чтобы прям за два должен быть. Но очень близко. Дон, простеливая смоки, забирает Никельбека. Может еще обрушить свой гнев на Трэйвиса. Происходит 4 хп. Стоится у Молдова на дрование. Но погибает он сам, приходя уже под Б. Апарты. 4 в 3. Но как же много работы делать здесь Дон. Как много не отгадывает. One win снова по направлению своего оппонента. Дека. Врыв. Хороший фраг для него. 3 в 3 ситуация. Откидывается смок в топ-кон. Бомба будет установлена за файером. Защитит для выбивания. Подлавливает зонтик с Дека на свапе Девайса. Пытался Дека откинуть ХЕ-шку в апартаменты. Ну, сложная ситуация для One win. Очень хорошие позиции. Кроссфайр заняли. Спирит. Нашел. Первого. Зонтик. Я же тебе говорю. У него одна проблема сегодня в этом матче. Еще. И тут Борис уже ставит точку. Пятый раунд для Ангспирит. По-моему, это 4 подряд уже забирают Спирит. Да, команда Спирит смог есть. Но Форестер в большой опасности. Форестер начинает кушать. Здесь погибает он. Трэвис на размере сдегла. И Трэвис ждет. Возможно, открыть еще кого-нибудь. Зонтик снова по голове. Вообще никого не чудит. В рамках этой карты. Еще один хатшот. Какая же индивидуальная форма молодых игроков Спирит, которые пришли из академки. Очень здорово наводят свой крест. Что Донг, что Зонтик. Прям без шанса инвелируют своих оппонентов при заходе на Б-плэнд. Как же больно это выглядит вообще со стороны даже. Ужасно больно. Вроде бы не ты играешь, а все равно неприятно. Ну а тут все. Сейв. Шестой раунд для команды Спирит. Да, это был 2 КП. Попадание по тэка есть. Ну и просто Артфрост вырубает. И его. Уже 5 раундов подряд для драконов улыбается. Хочется болеть за красивый КС. Ой-ой-ой, Зонтик, смотри, сейчас воспользуется просто Молгун Бумыч. Ты Мажор выиграл. Как ты Молик такой кидаешь, брат? Так он прошел через Молик, и там был угол. Ну я понимаю, это база, это база. Базовая база. Господи, ну как же так. Он спокойно с Ковров падает, Трэвис с Джангли. Плюс Декка переключается к ему тиммейту. И падает на позиции КТ Форестера. То есть о последнем. Надо бы собраться, собрать раму и попробовать выезжать на такую карту, как Демираж. Но Мэджикс увольняет еще и Форестера. Игорю больно, но больше в душе. Дом. Форестер пытается мутиться в смоках. Полетел смок глубокий в джангл. Донг уже занял коннектор. Ну полностью контролирует сейчас карту. Игроки атаки Дека находят Леню на шарте. Пытается еще здесь Трэвис подключиться. Эму тиммейту. Донг. Ну как же стреляет этот Донг. 12 на 8 уже идет. Есть информация по игроку на Тетрисе. Бумыч справился со своей задачей. Он тут уже должен погибать в этом моменте. Кирилл. 3 в 3 ситуация для Ван Вин. Но бомба будет установлена под базой А. Есть еще и смочок, который обновили в коннектор. Заблокируем выход для Трэвиса. Ну тут нужно подсевить, скорее всего, калаш. Подожди, Дек убивает Зонтик. С Артфрост остается последним. Как я провтыкал от третьего игрока. Где там Спирит были вдвоем. Вот так сейчас уже про сейв не думают в Ван Вин. Они точно будут искать Артфрост, пытаться его убивать. Не плачь, кто там судья. Нормально все с ним. Артфрост выключает первого. Пошла флешка. И пошел Дефус 8-секундный. Вот это дуэлистно будет проиграть. Проиграна что? А дальше? Отпустил! Отпустил! Господи, Артфрост гений. Как он попал в коннектор? Вот это форма, пацаны. Даже скулы не повел. Но это прям что-то очень жесткое. Артфрост вырубил только что в коннекторе. Так же, как ты только что вырубил Комара. Таким хлопком просто. Бах. Но это был ланшот просто. Но ты не победим. Там, конечно, мчится Дек, но у него 36 хп всего лишь. Сейчас, когда все прочекают все углы, уже будут понимать, что Форестер скрестит где-то в бодоме. Убивает Форестера Зонтикса. Но Донг сразу разменивает своего тиммейта. Бомба установлена. 12 секунд. На 12 секунде Бумыч пытается найти энтре. Донг уже 14 фраг оформляет. Подставляется Артфрост, но не страшно. Это для Спирита уже есть. Хорошая экономика. Донг хорошим таким. К Сантарос пиком вырубает Дек. Что здесь было бесполезно даже? Ну нет, ну просто сильно ставит молодой. Стильно ставит? Стильно, сильно, да. Ты не зря говорил. 4 фамоса у Ван Ван Вин на последнем раунде. Теревиз находит энтре фраг. Донг снова выигрывает дуэль. Но Никельбэк смог разменять своего оппонента. Обновляется Смог в окно. База А. Откидывается Смог в яму. Никель приходит на холпух своим тиммейтам. Смотри, он просто в молик выбежал. Чоппер был к этому готов. Скоро впадает дикельбэк. Чоппер еще и выходит при фаером на дека. Что вы отдаете? Бумыч остается последним. На базе А. Смог прилетает в коннектор. От игроков атаки ставится пач. Скоро готов даже Леонид. Господи, три фрага для него. Есть не фаж, что Леня красный. Но пачка еще не стоит. Пачка. А китов-то снова нет. Волоты летающие. Так, но хп очень мало. Да, дефус китов нет. Это четвертый фраг от Чоппера в этом раунде. Он по факту сделал... Я думаю, пытается просто зайти спириты поближе к бомбе. А сейчас будет выбивание на СКТ. Тут четыре игрока защиты. Нет флешки. Просто нужно идти на контакт. Уже пошел на контакт. Трейс погибает. О, Никель отвечает фрагом на одного. Второго, Никель третьего. Попробует забрать. Форестер приходит на помощь. Это минус два от Форестера и минус два от Никельбэка. Но теперь все. У Донка шансов немного. Ой, как хорошо сейчас одной пукнул просто в противника. Бомба уже очень сильно пикает. Донка здесь нужно просто попробовать засевить армор в следующий раунд. Попробовать, может быть, еще один фраг здесь найти. О, что такое? Ну, сейчас еще китыд заберет. Форестер, ты хочешь тоже? Последнее. Ай, фьюки закончились. Ай, ай. Паласы. Попадает, Мальчус, по своему первому оппоненту. Если что, бумучий трэвис красный. И сейчас выходит на стакт ванвин. Форестер, хорошая стрельба, убивает Чоппера. Аплент удалось занять ванвин. Тут еще и дэк отдает своего оппонента. Остается последним артфрост. У него скаут. Нужно сейвить скаут в следующий. Ну, это был такой легкий выход от ребят. Не стало труда ни дэка, ни Форестеру сделать свои. На дальнейшую покупку авиков в девайсном раунде. Но все равно будет приятно подсейвить скаут. Может, кому-то там еще по голове раздаст. Попадание есть. Но тут же Никельбек расправляется и с ним. Пошел хлоп дядь Митя. Ну, не страшно. Ну, вообще, неприятно, конечно. Там все равно дожидаясь, когда смог это закончиться. Чоппер убивает первого. Убивает второго. Падает Трэвис. Падает Бумыч. Форестер занимает Аплент. Но тут артфрост в спине. Пачка лежит в коврах. Господи, погибает Форестер. Но не без тела. От него убивает он Чоппера. Со своей позиции Никельбек. Один хп для него. Дэк убивает Мэджикса. Ситуация один в два. Для артфроста. По артфросту информация была. Залезает сейчас на тройку Дэка. Никельбеку сейчас нужно будет как-то выходить из ковров. Дэка. Ой-ой-ой. Убил пачку. Пачка упала, если на балконе, то это ГГ. Нет, нормально. Она выпала. Потому что Никель смотрел вперед. Правильно. Господи, как они это делают. Офигеть, реально. На. Коллектив спирит на первой карте. Ну и про фрибет не забывайте. У нас там выход под Мэджикса. И не пускают Никеля. Погибает Алексей. Ответочки никакой нет. Там еще помогает Артфрост. Три в пять меньшинство для команды. One win. По снайперу команды. И потому что видели. Тула не пускает Артфрост никого к своему тиммейту. Здесь просто Мэджик заскучал. Он не знает, что ему делать. Потому что все фраги уходят. Ну вот. Приходит Бумыч. И отдается. Плюс 600. Там еще и плюс девайс. 17 секунд. И команда One win. Сейв для дека. По 3000 будет One win. Возможно, увидим какой-то херой кей еще. Еще один от Тревиса. Там 3900 у него есть. Может быть, возьмет еще один кола, чтобы помочь. Погибает Леонид здесь. Тревис готов принимать дальше. Влетает хэшка на дефолт. Но оставляет Тревису 5 хп. Бам. Падает Тревис. Вот Донка. Там, кстати, Тревис вообще дэмэж не прошел от хэшки. Это Леонид попадал на нему. Донк убивает дека. Никельбек разменивает своего снайпера. Ситуация 3 в 3. Но Зонтик сразу нивелирует. Одного из игроков в миде. Форестер и Никельбек остаются последними. Есть Галю, есть Калаш. Есть 43 секунды на взятие этого раунда для игроков атаки. Зонтикс находит информацию по Никельбеку. Падает Никель на Тетрисе. Пачка лежит. Есть инфа. И Артфрост. Сголов убивает Форестер. 14-я Спирит. Им нужно просто сейчас брать эти раунды. Попадать очень жестко. Но здесь же выходит Донк и сразу чекает буст. Бумыч погибает. Я думаю, что он сейчас тоже примерно та же с французом фразой, как говорил сам Донк. Влетает целых 2 молика на андер. Влепляет Донк еще и деко. Хэдшот. Ну и тут просто ребята теряются в догадках, как этого Донка убивать. Я вот тоже не понимаю, как его убивать с такой стрельбой. Просто, ну, жесть. У меня просто слов нет. Три игрока ванвин находятся сейчас под точкой Б. Есть информация уже у Спиритов о местонахождении своего оппонента. Зонтик убивает Тревеса, Никель Бэк убивает опорника Б-планта Бориса. 2 в 4 оказывается ванвин. Возможно, это 15-й для Спирит. Но посмотрим. Но там приходит Донк и будто бы... Да, и говорит, руки на стол, я сам все сделаю. Бам, упал. Сценимся. Лебен, теперь края. Теперь края. Это база. 2 флешки. 1 смоук, Галилы. Да, и пошел сплит выход от ванвин. Через 3 коннектора падает уже бумыч от Мэджикса. Мэджикс также готов. Тут же все посыпались скорее всего. Ванвин у нет. Подождите. Форест убивает Чоппер. Никель Бэк справляется с сильнейшим стрелком. Спирит убивает Донка. Форест убивает также Зонтикса. Артфрост остается последним. Похожую форму. Но это не точно. Восьмой для ванвин. Для них это первый девайс, если я правильно помню. В рамках трой половины. Естественно. Но тут хорошо посрались ребята. И в частности Никель Бэк. Ходят уже 3 игрока. Как раз таки в ту сторону. Остается один бумыч на миде за белыми. Также есть с ним в паре Тревис, который будет играть через подвал. Как раз таки вот нам Тревиса показывают. Который убивает Донка. Артфрост убивает бумыча за белым. Чоппер дождался последнего игрока из меда. И сейчас читают уже спириты своего оппонента. Приходит еще один угромный. Тревис просто спину убивает. Форестер убивал Зонтикса. 2 в 3 ситуация. Кисленное преимущество за спиритами. Форестер и деком. Будут пытаться засейвить этот мираж для своего коллектива. Но пока из плюсов только посоленная пачка. Не более того. Дефузский то есть у Артфроста. Нет также бьютилок у команды спирит. Но есть большинство то самое. Которое реализуется еще больше Артфростом. Последний Форестер стрелялся против Тикетбокса. Но этим самым свое местоположение спалил. И получил шикарную хэшку под себя. 2 хп остается у Игоря. Ну а тут как вы понимаете уже и Дефуз. И прикрытие от Артфроста. А значит победный раунд. И мы слушаем. Не торопитесь ребята. Не торопитесь. Не торопитесь. Не торопитесь. Не торопитесь. Не торопитесь. Не торопитесь. Не торопитесь.